Здравствуйте всем! Я Олга Караджаер. Вы смотрите Веган канал. Я хочу показать, как готовится соевое молоко, потому что очень многие до сих пор не знают, как его можно приготовить дома. Конечно, оно продаётся в магазине, но там, в тетропакете, в него добавляют очень много стабилизаторов, различных веществ, вкусовых различных добавок, поэтому его пить совсем не полезно для здоровья. Приготовить дома его совсем не сложно. Для этого понадобится всего соя. Её можно найти где-нибудь у вас в магазине или на базаре, допустим. Так, и блендер мощный, и вода. Больше ничего не нужно. У меня здесь сухая соя, или называется соевые бобы. Их нужно перебрать от испорченных, различных, разломанных зёрен. Затем очень хорошо промыть до чистой воды, залить на 8 примерно часов. Потом несколько раз нужно будет промыть. И получается вот такие вот набухают зёрна. Увеличивается оно практически в 2 раза. Становится мягкими очень. Воду слить. И соевые бобы готовы к получению молока. Я взяла с сухих соевых бобов 1 стакан. Примерно 200 грамм. А получилась вот такая целая чашка. То есть с этого количества сои получится примерно 1,5 литра молока. Теперь вот эти мои размоченные соевые бобы я отправляю в блендер. И заливаю водой. Сначала я заливаю не очень много. Затем по мере измельчения буду доливать. Всё. И перемалываю. Теперь можно долить воды. У меня здесь рассчитано на 1,5 литра. Налила воды 1,5 литра. И ещё раз хорошенько прокручиваю. Очень хорошо измельчила сою. Получилась такая сверху пенка. Посмотрите, какая шикарная пенка. Блендер очень мелко должен измельчить сою, чтобы не осталось крупных кусочков. Теперь мне это нужно всё процедить через марлю. Для этого я выливаю чашку с марлей. Посмотрите, какое белое, прибелое молоко. Вернее, ещё не молоко, а ещё непроцеженная смесь. В зависимости от вашего желания, можно сделать молоко как гуще, так и жиже. То есть на 200 грамм сухой сои можно добавить литр воды или 2 литра воды. Тогда получится жиже или гуще. В зависимости, для чего вам нужно соевое молоко. Так, и теперь вот это всё мне нужно отжать. Учитывая, что здесь получилось у меня примерно полтора литра, то своё молоко домашнее делать намного дешевле, просто в разы дешевле, чем покупать с магазина. Это естественно. Так, теперь это молоко вроде как готово, но ещё оно пока сырое, его нужно закипятить. Далее, вот то, что я отжала, вот эти соевые аджинки, это называется акара. Их можно не выбрасывать, а с них можно сделать, допустим, котлетки какие-либо. В общем, пустить их на что-либо. Или на крекеры, или на котлетки, или в печеньки даже. Наливаю в кастрюлю молоко. Теперь одна такая деталь. Соевое молоко даёт очень много пенки. Поэтому, как только вы его налили в кастрюлю и включили газ, то лучше не отходить. Потому что сбегает молниеносно. Не успеваешь углядеть просто. Всё, зажигаю газ. При желании в соевое молоко можно добавить, допустим, ванилин. Тогда оно приобретёт более такой интересный вкус. И мне нужно его довести до кипения. Так, приближается момент закипания. Теперь нужно будет немножко помешать, чтобы оно быстро не сбежало. В начале, когда мы в самом начале готовили это соевое молоко, с непривычки мы не совсем поняли его вкус. То есть показалось довольно-таки необычно. После коровьего молока, естественно, вкус другой. Поэтому, вернее, было бы назвать это соевый напиток, чем молоко. Оно кардинально отличается от макового, кунжутного, миндального. Потому что, во-первых, нужно варить, а во-вторых, вкусом. Но это молоко очень хорошо подходит для абсолютно любой выпечки. Заливать мюсли, варить какао. То есть, вот, варить каши. Вот, для любых вот этих вот блюд подходит очень хорошо. Также, его можно заготовить впрок. То есть, сварил. Не обязательно выпить его сегодня. А можно хранить потом еще неделю. Так, процесс пошел. Уменьшаю огонь. Посмотрите, какая пена. Прям прет. Вот сколько пены. И немножко после закипания нужно дать ему покипеть еще минуты-две. Как бы прокипятить. Теперь ему нужно дать возможность остыть перед тем, как ставить в холодильник. В магазины молоко, соевое, добавляют сахар, различные стабилизаторы, консерванты. В общем, там много химии. Там дополнительно улучшают вкус. Поэтому на него подсаживаться не стоит. Домашнее молоко намного полезнее. Без различных консервантов. Без ничего такого. Поэтому его готовить лучше дома. После того, как молоко полностью остынет, я его переливаю в банку, закрываю крышкой, убираю в холодильник. И оно в холодильнике может спокойно стоять до недели. То есть, в течение недели его нужно желательно использовать. Всё. В принципе, готовить абсолютно несложно, нетрудоёмко. Главное, заранее замочить сою. Готовиться быстро, готовить именно его в первый раз непривычно. Потом рука набивается, и это просто молниеносно. Потом уже привычно становится. Надеюсь, это видео вам оказалось полезным. Попробуйте сами приготовить соевое молоко. И, уверяю вас, вы найдёте ему применение. Спасибо всем. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»